25 ноября 2024 год по поводу комментария зачем вы говорите про заморозку вкладов в российских что у вас там в украине складами почему об этом не рассказываю объясняю потому что это не имеет значения что у нас складами что у нас с потерями понимаете мы как украина мы жертва агрессии то есть если представьте себе там какое-то на не знать силу которая медведь людоед на которой напал мы украина это село на которое напал медведь людоед но пометую о том что у россиян там символы медведи этот сил государство тупорылые огромное агрессивное животное то есть вот напал медведь людоед понятно что он сильнее любого и жители этого села и вообще ну то есть потенциально может это всего разнести китрине фильм то есть я не не оспаривают понятно что у россии гораздо больше ресурсов людских гораздо больше финансовых ресурсов и так далее все чем я занимаюсь здесь там на этом канале это пытаясь своим соотечественникам украинцев показать на то что мы сопротивляясь этому медведя пытаясь ему как-то бы выколоть глаза блин там отбить там лапу какую-то там содрать клок шерсти достигаем какие-то успеха вы вполне можем его блин завалить китрине фильме что нам там какие-то соседние там кто-то соседнего себя кто-то убежал вопросов нет там сбежала села еще там из-за забора кричите равно вы его не подавайте там таких тоже много лично с обращаясь к тем кто здесь в украине остался там и в миру сил своих возможностей пытается воевать или помогать военным то есть для того чтобы подавать этого медведя людоеда и я показываю на то что смотрите он там нам рогатину кинули там там атакам сусловно говоря по его деда то есть вот посмотрите у этого медведя уже там глаз выбит один там ослепили мы его там атакам тем же самым атакам сам там 400 вот уже у него не такие мощные удары про этот орешник там рассказывает а может этот путь он был ушел по сельской местности к ближайшему орешнику за новой чухней вы видели эти туда я посмотрел видео как они по запорожью по запорожью по днепру ударили орешников ракеты сгорели в воздухе по факту но я много снимаю там звезды планеты я знаю как выглядит бетеорит я бы знаю как вы выглядит объект который сгорает в атмосфере они взрываются на земле ну да и посмотрите уже по моему фотографии вышли даже мелочи просто нюанс и это не я говорю то что там замораживать вклады это говорит набиуллина о том что абсолютная ерунда типа что про замораживание вкладов а я показываю что нет в двадцать втором году та же самая набиулина заморозила вклады там ограничила вклады по валютные что мешает ей сделать то же самое с российскими рублями то есть я думаю ничего не мешают прижмут и прикажут и сделают ей запрещено как нацбанку финансировать вооружение российское сейчас взяли просто вклады дают финансируют эти самые банки под гарантии под условия того что они будут только стимулировать ну то есть только свои деньги будут тратить на вооружение на производство вооружения только тогда им нацбанк дает там эти два триллиона долларов когда душу дефицит бюджета нудная фигня блин экономической имеет никакого значения это чем из-за говорит что стакфляция будет обанкротиться предприятия чем из-за тот который заведует всем производством российских вооружений это он говорит это не я говорю что будет банкротство из-за того что ставка 21 процент у вас все нормально у вас четыре процента роста экономика вы там четвертая экономика после этой самой после японии побывали что по ппс вы там насчитали ну вы смотрите что у вас пытается государство ваша федерация облигация государственного займа выпускает и они там 17 18 процентов то есть них не хочет никто не верит никто в то что блин кто-то возместит эти когда-то одну то есть требует такую мысду или как это сказать процент на риск столько блин сверху требуют от россии также с экономикой россия посмотрите матвиенко что говорит у нас там подожди не матвиенко матвиенко сказала что девелоперы разоряется надо мораторий вводить на девелопер те которые жилье строят то есть сентябрь сентябрю в 35 раз уменьшилась продажа объем продажи этих самых квартир в россии то есть 13 процентов по россии это я почему об этом так это одни недвижимость именно и сейчас матвиенко говоришь и давайте там типа будем на банкротство девелоперов строителей вводить мораторию за банк крутятся банки опять же банка туда вкатят кучу денег и опять это будет инфляция что такое инфляция у вас будет огромное количество денег опять же как советском союзе но за эти деньги вам никто ничего не даст вот у тебя шутиле толку советском суде шутер было 20 тысяч рублей или там вначале украинской независимости там купона у меня было там 3 миллиона я там получал там на литейном заводе и и что ну то есть как бы ты туда у тебя день это же день и называлась но ты как бы пытаешься за них что-то поменять это допустим на какой-то прицел коллиматорный там где-то за рубежом играть не ребята ты бы ваш не не нужны дайте доллары один доллар и а доллары как бы доллару можно только нефть а нефта продаешь за юаня юани там трамп пришелся за обещает 60 процентов ввести пошлину на экспорт этих самых на китайские товары чтобы поднять своего производителя то есть китай обесценит свою валюту юань золотой валюты резервы россии который состоят из золота и юани обесценится на пополамку я показываю это россиянам в не россиянам а украинцам то что россия очень семимильными шагами идет ситуации советского союза восемьдесят девятого деванадцатого года причем я же говорю в восемьдесят девятом россии советский союз от воевать перестал с афганистаном уже да и это было не то масштабная война которая сейчас у россиян там сколько 200 тысяч метров поправляем до миллиона уже перекрошили кто-то как же куча инвалидов да не сешь просто повезло просто сдохнуть здесь был россиянам в подсолнечных превратиться в чернезу кто-то сейчас еще инвалидит там по этим самым по всем этим родам и весел российской федерации так что ну как бы прямо сейчас идет война и прямо сейчас идет инфляция прямо сейчас там угроза штабляции это просто обрушится просто по щелчку пальцев понимаете ребятки я уж посмотрю что будет с нефтью следующем году там трамп там хочет дрилд baby drill кто-то ничем из-за дерипаска 50 долларов за баррель будет уже в мае благодаря трампу я не знаю может он конечно что пытается в уши вливать но посмотрим посмотрим по крайней мере пока падает нефть правда падает нет пока у нас доллар уже 104 рубля все хорошо нормально так что то что украинцев там бедно там и все остальное нам слава богу весь мир помогает и как бы нам любом случае защищаться слабые мы не слабые мы будем защищаться от этого сумасшедшего медведя-людоеда понятно и у меня все надежды есть на то что мы перебьем эту расистскую оккупационную сволоту и освободим украину ныньку рид ныньку свободу украина не проимайтесь